МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да и наш буран, который представляли как аналог американского челнока, на самом деле был придуман как грузовой корабль для строительства военных баз на Луне. Как все было на самом деле, об этом в нашем расследовании мифы из космоса. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совсем недавно Пентагон рассекретил уникальные архивы аэрокосмического агентства НАСА. Из документов стало понятно. США потратили миллиарды долларов на секретный проект по освоению Марса. Удивительно, но в 60-е годы прошлого века американские конструкторы и инженеры занимались проектировкой города, который должен был появиться на Красной планете. Биологи выводили специальные сорта растений, которые смогли бы расти в марсианской почве, а авиаконструкторы создавали ракету, которая должна была доставлять простых американцев на Марс. В 70-е годы этот фантастический проект неожиданно закрыли. Официальная причина – планета Марс признана непригодной для жизни. Правда, многие исследователи уверены – работы по освоению Марса свернули совсем по другой причине. На Красной планете была обнаружена жизнь. Это Марс – Красная планета. Такой необычный цвет Марсу придает его грунт. Он буквально состоит из окиси железа, а, проще говоря, из ржавчины. В такой почве не способно вырасти ни одно растение. Поэтому поверхность Марса похожа на пустыню. По мнению ученых, на Марсе вообще не может быть жизни. Ведь его атмосфера практически полностью состоит из углекислого газа. В ней нет даже грамма кислорода. Но самое удивительное – перепады температуры на Красной планете достигают 160 градусов. Это невероятно. Но в 60-х годах прошлого века секретная лаборатория НАСА разработала уникальный проект по освоению Марса. Именно на этой безжизненной планете аэрокосмическое агентство планировало построить не просто марсианскую базу, а целый мегаполис для американских граждан с населением 10 миллионов человек. Сегодня мы знаем, как можно выжить на Марсе, как организовать пространство для жизни. И для того, чтобы выжить там, человек должен научиться добывать воду из марсианского грунта. А еще лучше находить подземные источники теплой воды. Он должен научиться извлекать из воды кислород и наполнять им атмосферу. Тогда можно будет выращивать растения на Марсе. А из них делать стекло, кирпич, пластмассу, металл, провода и даже жилье. По замыслу американских ученых, первый марсианский город должен был появиться на Красной планете уже в 2020 году. Вот так он должен был выглядеть. Мегаполис планировали накрыть огромным куполом. Он должен был защитить марсиан от губительной радиации. Передвигаться жители города должны были бы на таких вот машинах. Точнее говоря, марсолетах. На вид это обычные автомобили, только летающие. Марсианский город должен был стать полностью автономным. То есть абсолютно независимым от землян. Сначала создание каких-то герметичных объемов станций, потом поселений, тех самых, возможно, подземных, подповерхностных пещерных городов, возможно, городов под ночевыми куполами. В перспективе, возможно, ну, есть разные предложения, но какого-то одного пока не выбрано, и пока не могу я, насколько это выбрать, способы воссоздания нормальной атмосферы, которой можно дышать. Секретные разработки по освоению Марса длились почти 12 лет. На них была потрачена просто астрономическая по тем временам сумма 15 миллиардов долларов. Казалось, еще несколько лет, и сотни американских домохозяек отправятся осваивать Марс. Но в 1976 году проект по колонизации Красной планеты неожиданно свернули, а все документы отправили в секретный архив. И только совсем недавно, буквально несколько лет назад, НАСА сняло гриф секретности с части архива. Оказывается, в 1975 году аэрокосмическое агентство отправило к Марсу первый космический аппарат. Уже через 10 месяцев он прислал первые фотографии Красной планеты, которые просто шокировали американских ученых. Посмотрите на этот снимок. Это равнина Цидония на Марсе, в самом центре которой расположена гора. Удивительно, но по форме она напоминает лицо человека. Обратите внимание, на ней отчетливо видны нос, рот и даже глаза. На снимках обнаружили нечто, некое образование горное, которое на виде сверху воспринималось как лицо чьё-то. На выступающей скале видны, значит, овал лица практически, некая дуга на лбу, часть носа видна, что-то похожее на рот, глаза. Американские ученые исследовали сотни снимков загадочной равнины на Марсе. Они высчитали размеры необычной горы, которую назвали марсианским сфинксом. Его высота около двух километров. А длина четыре километра. Но самое удивительное. Ученые предположили, что эта гора имеет искусственное происхождение. Ее склоны будто выточены из камня. Как будто кто-то специально выдалбливал глаза, нос и рот. По мнению исследователей, создать марсианский сфинкс могли только разумные существа. Вероятность того, что на Марсе может развиться жизнь какая-то, неизвестная нам, она существует. Вероятность того, что эта жизнь может развиться до высоких форм, до разума, можно считать нулевой. Вероятность того, что на Марсе могут быть следы чужого разума, это совсем другой вопрос. Там могут быть следы разумных существ, прилетевших откуда-то. Какого-то еще. Но и это еще не все. Неподалеку от марсианского сфинкса астрофизики обнаружили горы, которые имеют правильную форму четырехгранных пирамид. Их размеры поражают воображение. Самая большая, центральная пирамида почти в 10 раз превосходит знаменитую пирамиду Хеопса в Египте. Исследователи уверены, марсианские пирамиды слишком правильной формы, а значит, скорее всего, их тоже построили разумные. При боковом освещении на снимке получились пирамиды. То есть правильные треугольные, то есть тени правильные треугольные формы каких-то объектов, которых так видно не было. И опять-таки районцы мы снимали потом более подробно. И вот сейчас где-то в течение последних примерно пяти лет работал американский аэропорт, который отснял с очень плохим разрешением весь Марс. У нас сейчас на тот момент Марс был снят лучше, чем Луна. Многие исследователи уверены, американский проект освоения Красной планеты был неожиданно свернут именно из-за марсианского сфинкса и загадочных пирамид. Они уверены, американские астрофизики пришли к выводу, что на Марсе живут представители неизвестной нам цивилизации и встреча с ними может быть опасна для человека. Нужно убедиться, что на Марсе нет своей жизни, потому что если там жизнь есть, ситуацию это меняет. Тогда лучше этого не делать. Но если там своей жизни нет, то освоение вполне возможно. Мало кто знает, но в СССР тоже был секретный проект по освоению планет Солнечной системы. Советские ученые планировали колонизировать естественный спутник Земли Луну. Она в 50 раз меньше, чем наша планета. И ее атмосфера сильно отличается от земной. Она пропускает солнечную радиацию и поэтому сторона, обращенная к небесному светилу, раскаляется до 150 градусов. А в это время обратная сторона Луны остывает до 160 градусов ниже нуля. Такие условия для человека просто смертельны. Поэтому, чтобы поселить человека на Луне, советским ученым нужно было разработать особенный проект. Такой, который позволит людям не просто выживать, а работать и вести исследования в таких условиях. Макет лунного города был создан в КБ общего машиностроения. Ученые работали над ним больше года. И вот, что у них получилось. Эти цилиндрические постройки будущие лунные дома. Их планировали закопать в лунный грунт на глубину 30 сантиметров. По расчетам ученых, это должно было спасти лунных жителей от солнечной радиации. Сделать эти лунные дома нужно было из металла и снабдить их теплоизоляцией, чтобы жители Луны не страдали от резких перепадов температуры. Это, в общем-то, замкнутые такие ангары полупогруженные в лунный грунт, защищенные прежде всего от радиации от солнечной, в которых создавались все условия для жизни людей, космонавтов. Перевозить эти конструкции на Луну советские ученые предполагали с помощью ракет Н-1. В их головном отсеке можно было поместить один лунный домик. Поэтому нужно было совершить не меньше 50 рейсов, чтобы доставить все необходимое для города и его будущих жителей. Конструкторы предлагали сделать это в два этапа. Сначала все нужно было перевести на орбиту Земли, а уже потом на поверхность спутника. То есть земная орбита должна была стать своеобразным перевалочным пунктом. Здесь конструкторы предлагали соорудить временную космическую базу, чтобы с нее можно было в любой момент стартовать на Луну. В любом случае это требует совершенно очень больших кораблей. Строить их из деталей поднимаемых с земли это довольно сложно. Прежде всего потому, что нужно будет запускать много ракет, а земная атмосфера по этой части не безгранична. Ну, в конце концов, и мощности наземных заводов тоже. вот эти три человека должны были стать первыми лунными жителями. Биолог Андрей Башко, врач Герман Мановцев, техник Борис Улыбышев. Их очень серьезно готовили к полету на Луну. И пока конструкторы разрабатывали ракету, которая доставит их до Луны, они жили в экспериментальном комплексе боксе небольшого размера, в котором были созданы условия, точно повторяющие предполагаемые условия жизни на Луне. Три человека проживают на площади всего в 12 квадратных метров. Им нужно будет прожить в лунных условиях целый год. Лунные условия это 30-ти градусная жара, влажность 90% и самое неприятное это постоянный шум. В экспериментальном комплексе круглосуточно работал генератор, который должен был быть в настоящем лунном городе. Он создавал шум в 90-100 децибел. Это как шум дрели в соседней квартире. К этому шуму испытуемые должны были привыкнуть. Дело в том, что в космосе очень трудно не просто есть, там трудно помыться, там трудно делать те естественные вещи, которые любой живой организм делает. Все это проблемы. здесь от вас ушло, а там это все осталось при вас тут же, потому что невесомость. Все участники эксперимента работали. Биолог Башко выращивал растения в оранжерее. Врач Мановцев апробировал новую технику, а техник Улыбышев был главным ремонтником. Он сам устранял все неполадки в экспериментальном комплексе, вне зависимости от сложности работы. Ведь в условиях настоящего лунного города никто не пришел бы ему на помощь. Так прошло три месяца эксперимента. И наступил самый тяжелый период в жизни обитателей комплекса. Им катастрофически не хватало еды. Они потребляли всего по тысяче килокалорий в сутки. Из-за недостатка витаминов у них стали развиваться болезни. Не хватало и воды. Она перерабатывалась из урины с помощью специальной установки, которая постоянно ломалась. Пока ее ремонтировали, пить было абсолютно нечего. Но самым сложным оказалось пережить конфликты в коллективе. Ведь три человека это самый взрывоопасный вариант проживания вместе. Люди в крайне с таком ограниченном пространстве. А как они к этому отнесутся? А как сформировать такой коллектив? А чем их кормить? А может они вообще с ума сойдут и перекусают друг друга? Или кто-нибудь организм не выдержит, умрет? Тем более, что пребывание в ограниченном пространстве, вы знаете, ну, например, на подводных лодках боевая служба длительностью более трех месяцев вызывает изменение состава крови. И лечиться это отнюдь непросто. может и у них будет то же самое. В ноябре 1968 года лунные поселенцы, как их прозвали за год жизни в условиях изоляции, вышли из бокса. Их встречали с цветами и аплодисментами. Но на лицах встречающих были марлевые повязки. После жизни в полной изоляции участникам эксперимента были смертельно опасны даже самые простые бактерии. они еще месяц жили в полной изоляции, чтобы снова адаптироваться к земной жизни. Но самое главное эксперимент удался. Некоторые исследователи считают, проект советского лунного города на самом деле был всего лишь прикрытием для другой засекреченной разработки советских спецслужб. Строительство военных баз на Луне. Там должны были появиться огромные военные полигоны, оснащенные новейшим оружием лазерными пушками. Такое оружие должно было легко доставать до земли и держать под прицелом все страны Европы и США. Вы садите там автомат 15-ти тонны, но этот автомат будет ракетой. В любой момент по вашему сигналу она может стартовать с Луны. Ничто не помешает этому старту и что еще важно объект приближающийся с Луны замаскированный как в некотором роде фоном самой Луны очень трудно засечь. Поэтому реально с Луны можно держать под прицелом половину земного шара в текущий момент, а с учетом вращения Земли весь земной шар. А это уже другая секретная советская разработка. Космический аппарат для звездных войн Уран. На вид обычная ракета, только с двумя крыльями, как у самолета. Всего за несколько часов он мог долететь до орбиты Земли и нести на себе груз весом в 30 тонн. То есть по сути на него можно было привесить целых три ядерных бомбы. Если его выпихнул за борт он уже будет лететь как спутник. скорость у вас космическая орбитальная значит у него должен быть ракетный движок который может его двигать в сторону цели. Значит им надо управлять или он сам должен выбирать направление значит необходима система управления. Да чисто гипотетически можно и так. работой по созданию бурана велись больше 10 лет и вот наконец наступил тот день когда предстояло испытать орбитальный самолет. 15 ноября 1988 года с космодрома Байконур стартовала ракета носитель энергия на которой был закреплен уникальный самолет. Буран облетел Землю два раза и сел на специально созданную для него полосу на космодроме Байконур. Это был прорыв в космической отрасли. Но после развала СССР проект орбитального самолета закрыли и Буран встал в ангар навсегда. А это американский аналог советского Бурана. Орбитальный самолет который в 60-х годах прошлого века разрабатывали американские конструкторы. Гиперзвуковой самолет Х-15. Как и советский Буран он разрабатывался для ведения звездных войн прямо в космосе. Х-15 должен был взлетать с Земли проводить бомбардировку противника из космоса и возвращаться снова на Землю. На этих кадрах секретные испытания Х-15. Они прошли 28 апреля 1968 года. С авиабазы Райт Паттерсон взлетает самолет Б-52 сверхдальний стратегический бомбардировщик. Он может подняться на высоту до 15 километров. Именно он должен был поднять в воздух гиперзвуковой самолет. Только в этом случае Х-15 сможет развить космическую скорость. Вот он вылетает из-под крыла бомбардировщика. Всего за несколько секунд самолет Х-15 поднимается в верхние слои атмосферы. На высоте в 100 километров он разгонится до невероятной скорости 6500 километров в час. Это почти в 6 раз больше скорости звука. И американский самолет Х-15 и советский Буран по плану конструкторов должны были вести боевые действия прямо на орбите Земли. Но советским разработчикам удалось построить не только космолет для будущих звездных войн, но и создать орбитальную космическую станцию, которая позволила бы прямо на орбите Земли установить ядерное оружие. Этот проект получил название «Алмаз-Т». Вот видео, которое хранилось в секретных архивах ФСБ до середины 90-х годов. На нем сборка орбитальной станции. Все работы велись в строгой секретности, потому что на «Алмазе» было установлено новейшее оружие, которое могло уничтожать прямо в космосе целые группировки космических станций и кораблей противника. Для этого на вооружении «Алмаза» стояла мощная авиационная пушка калибром 23 мм. Позже в арсенал добавились реактивные ракеты. На первый вариант «Алмаза» поставили пушку на «Дульман-Виктор НР-23». Такая же, как на истребителе МиГ-29, только там двуствольная, а здесь одноствольная стояла. У космического комплекса «Алмаз» была еще одна уникальная особенность. Он первым в мире мог наблюдать абсолютно за любым объектом на Земле, независимо от его местонахождения и размера. В 60-е годы прошлого века такие технологии были настоящей фантастикой. Космонавты легко различали в объективе и полет калибри, и дупло белки. Передавать изображения из космоса станция могла в режиме реального времени. Правда, на Землю отправлялся небольшой объем информации. Данные, которые не удалось передать по радиосигналу, спускали на Землю в специальной многоразовой капсуле. Фоторазведка снимает на пленочку, когда не было никаких флешек, снимает на пленочку, пленочку в кассету, кассету на Землю. Либо при посадке спутника, либо эта кассета должна сбрасываться. У нее должен быть свой парашютик, ее где-то в установленном месте подбирают. Когда очень сильно припирало, мы и американцы спутники фоторазведки сажали после первого витка над интересующих нас районом. Вот он его отснял, и мы сажали машину. То есть если тебе данные нужны позарез, ты идешь даже на такие расходы. Провизии и боеприпасов у космического корабля «Алмаз» хватало ровно на три месяца. Но на случай затяжной войны советские ученые разработали специальный корабль снабжения. Именно он должен был доставлять на борт боеприпасы и подкрепления. А в случае экстренной эвакуации экипаж мог улететь на нем на землю. Если после покидания станции экипажем могла быть инспектирована станция, то есть подойти другой корабль, ну как-то есть средства, ну конечно это маловероятно было, чтобы скрыть люк, не потеряв герметичность, еще что-нибудь. Стоял заряд, заряд немалый. То есть если проходила несанкционированная проникновенная станция, станция взрывалась вместе с теми, кто ее инспектировал. Вот и все. Это было просто. Ну а второе, конечно, назначение, это было, если станция шла, будем так говорить, не по расчетной траектории на ликвидацию, станцию подрывали, чтобы разрушить ее на более мелкие детали, которые сгорали бы в космосе и не причиняли такого вреда. Мало кто знает, но в секретных архивах советских спецслужб хранятся не только уникальные документы по разработкам оружия для звездных войн. По словам исследователей, в них собраны сотни материалов, посвященных тайне полета Юрия Гагарина, первого космонавта Земли. 12 апреля 1961 года. Космодром Байконур. Восемь утра. Инженеры делают последние приготовления к старту космического корабля «Восток». Они проверяют все системы и двигатель. Совсем скоро на борт корабля зайдет космонавт Юрий Гагарин. Его уже одевают в скафандр и проверяют системы вентиляции. Еще через несколько минут он запишет на пленку официальное заявление, которое войдет в историю. Сейчас до старта остаются считанные минуты. Я говорю вам, дорогие друзья, до свидания. 9 часов. Юрий Гагарин поднимается на борт космического корабля. Кабина закрывается. Еще через несколько минут диспетчеры узнают у Гагарина о готовности. И когда получают утвердительный ответ, начинают запуск. Желаю вам доброго полета. Я желаю один. Желаю вам доброго полета. Все нормально. Поехали. Уже через полчаса после старта ТАСС выдает молнию. Советский космонавт вышел на орбиту Земли. Сообщения мгновенно подхватывают ведущие СМИ мира. И когда Юрий Гагарин приземляется, а это происходит всего через 108 минут, его уже ждут журналисты. А в Москве Гагарина встречают толпы людей. Они выходят на улицу, чтобы поприветствовать человека, который первым побывал в космосе. Я почувствовал, как непреоборимая сила тяжести все больше и больше давливает меня в кресло. Было трудно пошевелить рукой. Я знал, что это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг Земли. Однако буквально через месяц в зарубежной прессе появляется информация. Советский Союз и раньше запускал в космос корабли с людьми на борту. Об этом рассказывают итальянские радиолюбители братья Кордилья. В качестве доказательства они предоставляют множество записей радиоперехвата информации из космоса. На каждой из них сообщения людей, которые терпят бедствие в космосе и говорят они на русском языке. Первый сигнал братья Кордилья получили 1 ноября 1957 года. Буквально за три дня до того, как в космос полетела собака Лайка. Они зафиксировали сигнал бедствия из космоса. Как утверждают Кордилья, это был космонавт Алексей Ледовский. Он вышел в космос на пилотируемой баллистической ракете. Но ракета дала сбой и он разбился. Однако прямых доказательств того, что сигнал из космоса действительно был, братья Кордилья предоставить не смогли. У них не было ни пленки с записью, ни свидетелей того, что они зафиксировали сигнал. Поэтому Москва сделала официальное заявление, что это утка, и история быстро забылась. Но ненадолго. Буквально через год братья Кордилья делают еще одно заявление. 1 февраля 1958 года погиб еще один российский космонавт Сергей Шиборин. А еще через год появляется сообщение о том, что при испытаниях космической техники погиб еще один человек Андрей Митков. Никаких официальных сообщений об авариях на полигонах или даже просто запусках ракет в эти дни не было. Наша космическая программа была чрезвычайно закрытой. То есть о том, что происходили мы узнавали уже после того, как это событие произошло. И то узнавали только если это событие было победным, рекордным. В общем, когда все шло нормально. Если же происходили аварии, то об этом мы не узнавали в то время. Об этом стало известно гораздо позже. Сообщение братьев Кордилья можно было бы считать выдумкой, если бы не одно но. радиолаборатория, в которой работали итальянцы, действительно была способна принимать сигналы из космоса. При ее создании братья Кордилья просто скопировали пункт слежения НАСА Кеннеди, который они изучили по фотографиям. Вот запись, которую они сделали 3 ноября 1957 года. Это биение сердца собаки Лайки, которая была отправлена в космос именно в этот день. На Землю передавалась ее кардиограмма и получается братьям Кордилья удалось ее записать. А значит они могли улавливать и другие радиосигналы из космоса. Они могли слышать переговоры и летчиков, и полярников. Тогда у нас связь еще была именно на коротких волнах. То есть они вполне могли услышать что-то постороннее. То, что в Советском Союзе ввелись секретные исследования космоса, сегодня уже доказывать не нужно. В этих исследованиях участвовали летчики-испытатели. Их отзывали из частей для выполнения особо важного задания советского правительства. В документах задача обозначалась весьма абстрактно. Разработка вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности экипажей самолетов. Ни слова про космос. Однако большинство историков космических исследований уверены, летчиков готовили к орбитальным полетам. Существовал особый отряд под названием «Ноль». В него по некоторым данным входило 12 человек. Каждый день они подвергались невероятным нагрузкам. Первые исследовательские работы проводились медиками еще до того, как началось формирование отряда космонавтов. Но это было необходимо, потому что необходимо было выработать определенные критерии. И тогда даже не было понятно, кого набирать в космонавты, как готовить. Историки утверждают, почти все космонавты, которые входили в первый отряд «Ноль», погибли. Их имена даже не остались в архивных документах. Причем катастрофы на орбите были не только до успешного полета Гагарина в космос. Они случались и после 12 апреля 1961 года. Только граждане Советского Союза не знали об этом. 16 мая 1961 года, за два года до первого полета женщины-космонавта, братья Кордилья сделали вот эту запись. В тот день в официальных сводках СССР не было сообщений об авариях на орбите. В них не было даже информации о том, что вообще были какие-то полеты в космос. Поэтому узнать, кто тогда погиб на орбите, сегодня невозможно. Но некоторые исследователи считают, женщина погибла при испытаниях первого самолета с реактивным двигателем. Он вышел на орбиту Земли, но не выдержал нагрузки и взорвался. Об этом сообщила американская разведка. Именно это сообщение американской разведки и натолкнуло западную прессу, дало ей повод для появления еще одного фантомного космонавта. Такая же участь ожидало большинство космических кораблей, которые были отправлены в космос в 50-х, 60-х годах. И если они не взрывались сами, то их взрывали специально. Некоторые эксперты утверждают, абсолютно все первые космические аппараты были оснащены взрывным устройством. И если аппарат по каким-то причинам сходил с заранее намеченной траекторией полета, то он просто взрывался прямо в воздухе. Чтобы на земле никто никогда не узнал о том, что полет в космос не удался. Многие эксперты утверждают, неудачные полеты в космос были не только у СССР. Огромное количество запусков американских шаттлов засекречено до сих пор. Но самое странное, до сих пор хранятся в секретных архивах документы о полете американских астронавтов на Луну. Возможно, просто потому, что никакого полета не было. А все фотографии и документальные кадры высадки на Луну величайшая мистификация века. Это видео 20 июля 1969 года смотрят миллионы телезрителей во всем мире. Командир американских астронавтов Нил Армстронг делает первые шаги на спутнике Земли и произносит слова, которые войдут в историю. Ведущие СМИ мира еще год будут обсуждать полет американцев на Луну и перспективы дальнейшего освоения космоса. Сами астронавты Нил Армстронг, Эдвин Олдрин и Майкл Коллинз дадут сотни интервью. Они будут рассказывать о том, как сложно было сесть на поверхности Луны, как тяжело ходить по ней и, самое главное, какая там гравитация, а, другими словами, сила притяжения. Тогда никто и подумать не мог, что пройдет всего четверть века, и историки космических исследований усомнятся в том, что американцы вообще были на Луне. Примерно 10-15 раз на Луне у американцев ломались телекамеры, так что, значит, зрители не видели пейзажи Луны. Можно поверить в одно, в две случайных поломки, но когда они идут, как говорится, чередом, то, скорее всего, это уже направлена техническая политика. Первое, что поставят под сомнение эксперты, вот эти кадры. На них американский астронавт устанавливает флаг на поверхности Луны. Он колышется на ветру. Тогда эти кадры не вызывали подозрений только потому, что ученые еще не знали того, что на спутнике Земли вакуум. То есть там нет и быть не может ветра. Колебания вот маятник часов колеблется, ну масса качели колеблется во дворе. У него какое свойство? У него тоже есть линия покоя, это вертикальная линия, но от этой линии он колеблется вправо и влево одинаково. И еще он колеблется с определенным периодом. Через каждые несколько секунд положение колеблющегося предмета повторяется. вот если посмотреть клипы американские об установке флага, то видно, что флаг не колеблется, а колышется. А колыхаться он может только от ветра. Ну, а на Луне воздуха нет, значит, ветра быть не может. флаг. тогда почему на кадрах, которые сняты якобы на Луне, ветер развивает флаг? Как такое возможно? Некоторые эксперты считают, этому есть разумное объяснение. Эти кадры сняты не на Луне, а на секретной военной базе США, зона 51. Она находится на юге штата Невада и считается самым секретным полигоном для испытаний новейших военных разработок. Съемки велись в Ленгли в закрытом научно-исследовательском центре НАСА. В общем, да, еще были огромные лунные глобусы, приблизительно метров пять в диаметре, значит, на которых очень точно наносилась весь рельеф Луны. На этом фоне вполне можно снять макетики кораблей, так сказать, все съемки, так сказать, якобы приближения к Луне и полета вокруг Луны. Так что мест было вполне достаточно. В пользу этой версии эксперты приводят еще один факт. Посмотрите, на этих кадрах пробежка американских астронавтов на Луне. На них действует сила притяжения Луны. Она в несколько раз меньше земной. Поэтому создается ощущение, что человек передвигается медленно. Но удивительно другое. Почему космонавты так низко подпрыгивают во время бега? Ведь по расчетам ученых, они должны буквально подлетать вверх. Вес космонавта в скафандре на Земле 160 килограммов. Но с учетом лунного притяжения, там он должен вести себя так, словно весит всего 27 килограммов. И поэтому в прыжке он может достигать высоты в 2 метра. Нейл Армстронг говорил, прыжки на Луне возможны высоту до 2 метров. Но к сожалению ни один видеоклип, ни один кинофильм американский этого не показал. Причем а те, которые есть, показывают высоту где-то до уровня колена сантиметров на 50. Но обратите внимание на любой пляжный футбол летом молодые люди именно на эту высоту когда играют в волейбол подпрыгивают. Так что с прыжками ничего доказательного американцы не показали. А это фотография, которая опубликована на официальном сайте НАСА. На ней астронавт, который склонился над флагом, установленным на лунной поверхности. Исследователь Александр Попов утверждает, этот снимок тоже фальшивка. Чтобы убедиться в этом, совсем не нужно быть профессионалом в области фотографий. Мы в несколько приемов будем менять яркость и контрастность. Ярче, контрастней. Внимательный человек может быть уже что-то заметит. Так? Но запоминаем, сохраняем, увеличиваем яркость, увеличиваем контраст. Так придется сделать еще пару раз. И снова закрываем. А вот что дает компьютерная обработка. И мы видим, что на якобы лунном небе черные тени. Значит, это не лунное небо, а просто черный экран в студии. исследователь Александр Попов уверен, в 1969 году американские космонавты на Луне не были. Но они все же смогли долететь до нее и совершить успешную посадку. Вот только произошло это гораздо позже, только в середине 70-х годов. Другие исследователи считают, американские астронавты 20 июля 1969 года были на Луне. И при более детальном анализе можно объяснить и колыхание флага в вакууме, и тени на фотографии. А сбои во время трансляции произошли совсем не по техническим причинам. Ее на несколько минут прекратили сами американцы. Во время этой миссии была встреча но не с англонавтами, а в пределах видимости находилась целая серия НЛО. И что Нейл Арнстронг, который осуществил первый сошел на поверхность Луны, первым первое его впечатление было вот увиденное вот эти вот корабли и он об этом сообщил на Землю. К тому же выяснилось, что американские астронавты общались с центром на запасных частотах. Эти разговоры долгое время держались в секрете и только несколько лет назад их обнародовали. Свидетелем этого сеанса радиосвязи был один из создателей радиоаппаратуры для лунных экспедиций Морис Шатлин. По его рассказам Нил Армстронг сам говорил о неких необычных объектах, которые находились на краю кратера. Однако сами участники полета на Луну категорически отказываются давать интервью на эту тему. Правда, неофициально командир Аполлона якобы признался, что видел необычные объекты на Луне. Однако от прямого ответа он ушел. А осенью 1973 года начальник отдела информации НАСА сделал официальное заявление. Он сказал, что во время пилотируемых полетов по программе Аполлон астронавты наблюдали объекты происхождения, которых объяснить невозможно. Они наблюдали какие-то светящиеся объекты в небе, которые внезапно появлялись и также внезапно исчезали. Когда я разговаривала и с Амстронгом, и вот здесь у нас был в доме прямо мы сидели, они видели шары, которые сопровождали их. Они видели большие шары, которые на Джимине 4 летал Мак Дэвид. Он сказал, что сопровождала его тарелка. Ну, не тарелка, а он сказал шар, светящийся шар, который был неземным кораблем. Астронавты видели не только светящиеся объекты. У них были и еще более невероятные видения. Когда космонавт Гордон Купер пролетал над США, он увидел невооруженным глазом большие дома и даже целые районы родного города. Мало того, он увидел паровоз, который медленно ехал по рельсам. Только после того, как он вернулся на Землю, он узнал, в этом самом поезде в тот день ехала его жена. Похожие видения на околоземной орбите были и у российских космонавтов. Я тоже глазами без бинокля видел, например, все улицы Кейптауна. На Кейптауну там всегда эти ветры, и поэтому там не бывает облаков. Я тоже это видел. И дом Севастьянова я видел. Это невероятно. Но космонавты на орбите ощущали запахи и даже слышали странные звуки. Например, после своего первого полета Юрий Гагарин рассказывал, что слышал какую-то незнакомую мелодию. Она была сложная и очень красивая. Пройдет всего несколько лет, и космонавт услышит ее по радио. Оказывается, что тогда на орбите он услышал песню ансамбля электронных инструментов под управлением Вячеслава Мещерина, которую музыканты напишут позже. Но как Юрий Гагарин мог слышать эту необычную мелодию во время космического полета? Ведь он никогда не был любителем музыки. К тому же в те годы в СССР никто и не знал, что такое электронная музыка. А значит, слышать что-то подобное раньше он просто не мог. Говорить о странных видениях на орбите в СССР было запрещено. За такие рассказы космонавтов просто списывали на Землю с пометкой «По состоянию здоровья». Приливает кровь в голове, понимаете, и может быть функции головы. Это мало кто исследовал. Я не удивляюсь, почему этим не занимается никто. Это же лежащий на поверхности докторской диссертации. Некоторые исследователи уверены, странные видения на орбите объясняются очень просто. На самом деле это обычные галлюцинации, которые случаются у людей и на Земле. В космосе они происходят потому, что на орбите у человека особое состояние. На него не действует сила притяжения и давление атмосферного воздуха. у него нарушается координация движений, полностью меняется функционирование сердечно-сосудистой системы и мозга. И именно изменения в работе мозга рождают странные видения в космосе. У нас есть определенные рецепторы, которые расположены в связках, в суставах, в сухожилиях, в мышцах. Они не получают должного уровня вот этой импульсации сенсорики. Это и приводит вот к тем изменениям. Косвенно, опосредованно изменяется и зрительное восприятие, потому что эти же изменения касаются и тончайшей регуляции глазодвигательных мышц. И здесь действительно можно говорить о том, что психологические сдвиги такого человека будут очень значимы. Другие ученые считают, что наша Вселенная это огромный живой организм. Он обладает разумом. И все эти галлюцинации это попытка Вселенной вступить в разговор с человеком. Вот только что она нам хочет сказать до сих пор остается загадкой. К сказанному остается только добавить, что недавно ученые заявили, оказывается, библейский рай и ад существуют. Он находится в соседней галактике на одной из планет. Правда, это или очередной миф сказать сложно. Возможно, теперь к этой планете стоит приглядеться повнимательнее. Мало ли, что военные ученые решили прикрыть этой красивой версией. Дальше. Дальше.